Яков Лейзерович, здравствуйте! Здравствуйте! Как эксперт и специалист, который ведет наблюдения за экологией в республике десятилетиями, как сегодня оцените состояние экологии в республике на сегодняшний день, безусловно, учитывая фактор того, что территория региона активно осваивается, ведутся поиски полезных ископаемых и разрабатывается ряд месторождений? – Да, вы совершенно правильно уже в своем вопросе сформулировали наиболее острую проблему, которая сейчас стоит в плане охраны окружающей среды у нас в республике, что территория республики очень активно осваивается. Такого интенсивного освоения, как наблюдается в последние, будем говорить, 5-6 лет, история Якутии, территорию Якутии не знала. Вообще, говорить в целом о территории Якутии, это говорить все равно, что о температуре больных в какой-то больнице. Понимаете? Территория Якутии, ну, я думаю, все зрители знают наши, да, что это очень большая территория, более 3 миллионов квадратных километров. И, естественно, одним, как сказать, цветом всю территорию, ну, было бы неправильно красить. При этом нужно сказать, что так называемых критических, в данный момент, ситуаций, или особо там тревожных, опасных и так далее на территории Якутии не наблюдается. На настоящий момент. Но, естественно, наиболее интенсивно техногенные трансформированные территории, они привлекают внимание исследователей, они являются, так сказать, источником негативного воздействия на сопредельные территории, да, и таких территорий, как вы уже говорили, становится все больше. И тут наблюдается две проблемы, с моей точки зрения, ну, в самом общем плане. Во-первых, одна проблема, будем говорить, несовершенство законодательства Российской Федерации. А мы, поскольку мы, как сказать, часть Российской Федерации, да, естественно, как сказать, все эти законы распространяются и на нашу территорию, это понятно, да? Да. И недостатки сказываются. Второе, ну, это традиционный российский недостаток тоже, для всей Российской Федерации, это, как сказать, строгость исполнения законов. Это общая болезнь, все мы знаем, что даже есть такой термин правовой нигилизм. Он распространяется на все сферы нашей деятельности, в том числе и на вопросы охраны окружающей среды. А вот можно ли в таком случае вести вот так промышленную разработку, развивать промышленность в республике в целом, и одновременно, наряду с этим, качественно сохранять и, в общем, охранять окружающую среду и экологию? Я понял ваш вопрос, вы совершенно правильно перешла ставите вот этот вопрос, да? Во-первых, односложно, тут ответить достаточно трудно. Если просто односложно, не то, что можно, а нужно. Нас очень часто вот так говорят, ну вот что вы хотите, надо разбивать, да, промышленность, надо. На самом деле выражение «лес рубит, щепки летят», оно, мягко говоря, не совсем верное. Или, можно сказать, не совсем право. Дело в том, что количество щебок, то есть ущербов, это зависит от того, какие меры по минимизации негативного воздействия тот или иной использователь, природопользователь применяет. Понимаете? Смотрите, тогда чего ожидать в будущем? Есть ли основания для беспокойства? И какие решения и меры необходимы, скажем, прямо сейчас и в перспективе, чтобы соблюдать некий баланс, чтобы все было хорошо и промышленно, чтобы развивалось и чтобы экология не страдала сильно? Ну, во-первых, беспокоиться о состоянии окружающей среды надо всегда. Потому что это то направление деятельности, которое всегда будет требовать внимания. И вот этот год экологии, не смешно было бы думать, что мы за год все проблемы экологические решили. Это очень серьезные проблемы. Многие из них имеют мировое значение, глобальное распространение. Естественно, такие вещи за год не решаются. Это просто, как я понимаю, этот год экологии, чтобы привлечь внимание к экологическим, как говорят, проблемам. Или проблемам охраны окружающей среды, понимаете? Потому что это требует длительного устойчивого внимания, постоянного вложения средств. Вот мы говорили о минимизации негативного воздействия, понимаете? Чем больше ты минимизируешь негативное воздействие, значит, больше денег требуется затратить, тем выше себестоимость твоей продукции. То есть, понимаете? То есть, это вступает в определенное противоречие с экономической рентабельностью, понимаете? То есть, это чисто вопрос экономики. Что, сколько ты себе можешь позволить потратить на охрану окружающей среды, столько ты природы и сохранишь. Речь о недропользователях. Да, с точки зрения не только недропользователей, более широко природопользователей. Естественно, недропользователи стараются минимизировать свои затраты. Государство должно установить такие правила игры, в такие условия поставить недропользователя, чтобы ему было экономически выгодно заниматься охраной окружающей среды. Иначе у нас все идет из-под палки. Можно, ну, что у нас, три кита. Это платежи, запреты, ну и наказания. Вот все, что у нас есть в плане охраны окружающей среды. Экономической никакой заинтересованности у природопользователя в настоящее время в Российской Федерации нет. Это, конечно, большой недостаток российского законодательства. Нужны, значит, нужно совершенствование законов в этой области, вы считаете? Да, конечно. Принципиально другой подход от запретительного метода, от фискальных методов. У нас сейчас фискальные методы, в основном, применяются. Переходить на экономические рычаги. Понимаете? Потому что бизнес, что такое бизнес? Это попытка получить прибыль. Правильно? Цель бизнеса – получить прибыль. Значит, и говорить надо с этими людьми на их языке. Им понятно, и, как сказать, для них наиболее актуально. Это серьезный процесс. Это за год, наверное, все не сделать. Это уже сложившаяся практика. Но ее необходимо ломать. И особенно в этом заинтересованы Якутия. Вот из-за специфики, во-первых, своей территории. Это наша территория. А во-вторых, нужно помнить, что вообще девственная территория во всем мире представляет громадную ценность. Потому что их осталось на земном шаре не так много. Понимаете? И часть из них, причем достаточно приличная часть, находится вот у нас. Яков Лейзерович, благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли. Пожалуйста.